я целую проповедь готовил меня дух святой не покидал я вам и не расскажу ну короче почему потому что во первых это хотелось сделать для семьи я во вторых знаете как я еще не пересмотрел достаточно свое сердце потому что в этом послании но я хочу исключить боль потому что в нем много боли есть но она не радостно и она для очень взрослых людей вот и я вам его не расскажу я вот от все все слова было классное пророческое слово которое господь мне подтвердил через такого служителя как лана воссера я понял что у меня крыша не едет иногда бог самой разговаривает и ты думаешь все кукушка стартанула потому что бог иногда серьезные вещи говорит вот и это то время я просто вот в общих чертах все проведу да то есть я не буду это все озвучивать его просто хочу пророчество прочитать которая но у меня как устешило очень сильно большое я утешение через это получил вы знаете время такое наступило света рассказала все вы знаете мы не сговаривались вообще вот она там читала света гомос дина вот эти же вещи представьте бог начал говорить с нами и мы встретились между собой и представьте и у всех людей оказывается одно и то же и и мы очень странно для нас здесь принимать такие слова знаете что там встань возьми меч такие вещи знаете и мы думали ну что-то с нами не в порядке чтобы вы понимали у меня осколе над духовной войны я тот человек который облазил все горы в крыму то есть на каждой какой-нибудь горе я помолился когда-нибудь и связал всех бесов и выгнал всех традиториальных духов и забил туда обязательно колу и все что можно пересыпать солью я пересыпал и перемазал всю или и то есть ну очень очень долго в этих вещах варился знаете когда ты в другой сезон уходишь в речной у тебя потом осколе над этого но тем не менее в этом есть ну что-то настоящее да и то что бог призывает сейчас это такое время но как мобилизации мы вообще церковь в сезоне своем она подходит к такой штуке понимание что старый сезон он окончен в кто-нибудь понимает о чем я говорю кто нибудь чувствует что все старый сезон он окончен и ты знаешь и ты как в роли пророка который посягается не на них у штана представляете что служение оно стало идолом что что-то должно сломаться представляете и ты не хочешь туда идти потому что ты понимаешь что это большая конфронтация вообще что в новый сезон знаете у у восточных народов есть проклятие знаете как оно звучит чтобы тебе жить во время перемен они проклинают так людей таким образом потому что сам знаете мне еще понравилась цитата вот этого который там теорию революции это придумал как вот дарвина дарвин он сказал такую штуку классную вы знаете ну наблюдая же да там за природой он долго ее изучал понятно что там много всякой ереси но тем не менее он ученый там чего-то все-таки знает и он такую же вещь заметил говорит а вы знаете в природе по наблюдениям выживают не сильнейший вид выживает тот вид который приспособился и пережил перемены вот из моей проповеди той которую я не расскажу я хотел задать вопрос я так люблю вопросы церкви задавать его все-таки вам задам здесь есть люди кто больше 20 лет верующий ну хотя бы лет 15 вы меня поймете вот желательно после больше 20 вообще будет здорово а вы видели служение которые начинались я хочу задать вам вопрос чтобы вы на досуге подумали просто скажите мне пожалуйста видели ли вы за свою жизнь служение пробуждения которые остановились я больше 25 лет наблюдаю я знаю как все начиналось и чем все закончилось есть признаки вы знаете этого всего определенной а как вы думаете а почему это случилось почему огненное откровение огненное помазание сильные вещи сильные лидеры и все остановилось и засохло вы понимаете ну я хочу сказать нам что нам всем нужно следовать за святым духом сейчас это время вы знаете я хочу сказать что это время взять свой крест и следовать за ним как бы грубо с моему с моей позиции это не звучало человека который любит евангелие в чистом виде это время отвергнуть себя со распяться со христом полностью со всеми своими пониманиями с тем о том как должно быть как должно быть собрание как должно быть служение а вот так вот так отвергнуть все человеческие вообще полностью все что солома все человеческое у меня тоже богатый опыт мне тоже хочется а может быть вот так вот так и бог очень строго приходит и говорит я хочу чтоб меня начали меня начали спрашивать а меня кто-нибудь спросил надо это делать или нет знаете как я чувствую просто ревность бога за эти вещи потому что туда куда нас ведет господь да мы не войдем туда если мы не будем единой как кулак мы я внутрь семейное собрание у нас гости вы меня простите пожалуйста мы вот как собранием реально переживаем время перемен и она сложная и долгое время люди были на приеме кто служил он меня очень хорошо поймет что такое когда у тебя толпа людей которые на приеме а ты на отдаче и у меня вопрос к тебе а сколько ты еще сидеть будешь на этом стуле когда ты включишься и меня будут не любить простите я вообще знаете вот эта проповедь которую я хотел сказать она вообще очень прямолинейная я бы сказал и пусть меня бы вообще уволили бы после этого знаете как она очень радикальная честно я не у меня не хватает смелости это все сказать я хочу тебя спросить а сколько ты будешь идти и ждать что тебя накормят это очень легко прийти в собрание где стоит сильный лидер я знаю цену которую он заплатил за эту благодать что заплатил сегодня ты что это весит и стоит для тебя этот огонь это ценно для тебя это то что говорит бог мое сердце это для тебя ценно бог не задал вопрос после которого весь день проплакал он мне сказал знаешь почему я тебе это доверил в этом вопросе было все я сразу заплатил я плакал весь день я вспомнил время когда я жил на улице я жил на улице то есть но там долгая история не мог попасть свою квартиру и через несколько месяцев я уже начал замерзать просто я попросился там в репцентр потому что знал пастора очень лично и чтобы попасть на собрание меня пастор не дружил с тем пастором куда я в церкви ходил где был святой дух и меня весь види весь день нагружали на бетоне так чтобы под вечер я упал мертвым то есть я работал на стройке на холоде с утра с подъемом в 6 утра или в пол шестого по моему был ну вы понимаете что такое репцентр несмотря что ты там служитель я как бы в статусе служителя там был и меня специально гнобили так чтобы я короче упал вот и весь день до пяти часов я работал на бетоне и потом чтобы попасть на собрание и помолиться в поклонении мне нужно было 15 километров идти потому что этот репцентр находился в 15 километров за города я когда проезжаю эту дорогу меня дрожь берет я вспоминаю по сей день я шел туда и молился эти четыре часа а потом приходил и меня в этот день специально подставляли дежурным 20 человек и ты за всеми моешь посолу все что я хотел это попасть божье присутствие когда я не хвастаюсь если кто-то думает что я власть стяжаю я тебе с удовольствием отдам мою позицию она мне не нужно это перед богом сейчас говорю если кто-то в этом зале думает что мы к чему-то рвемся родной выйди и рвисты я этого хочу увидеть мы входим время когда нужен каждый человек который будет не на приеме работать вы понимаете бог каким-то образом меняет формат церкви так чтобы вся церковь включилась я себе в главе это не могу представить потому что мы живем во времена реформации когда мартин лютер реформировал церковь но он не реформировала в первоапостольство торбана слушали он не реформировала в первоапостольство всегда был папа у руля то есть один человек а бог хочет это убрать представляете как сложно нам туда войти какие-то перемены крыша едет мозги плавятся но каким-то образом дух святой хочет завладеть всем собранием и начать наконец-то им управлять он наконец-то хочет рулить делать то что хочет делать он так давайте вместе согласимся и туда выйдем ну пока между нами сплетни пока между нами распри пока между нами нет единства пока мы не почтим тех людей но которых поставил бог об этом не может быть речи мы нужны друг другу родные я туда не войду сам никто туда не войдет сам а вы знаете что помазание которое здесь есть оно может быть тут не всегда вы когда-нибудь об этом думали а вы знаете почему она здесь это звучит очень странно но кто-то оплатил за это цену и знаете что сейчас происходит передача эстафеты нам если мы не заплатим цену каждый мы можем это утратить родные я много лет жил в россии пожалуйста сейчас прошу мои слова не расценивать как пропаганду там принадлежность у меня нет ни флага ни родины я буду там где меня кормят правда то есть я вообще не за одну страну не за другую страну но я долго находился на одной территории и пересек всю территорию россии и жил там много лет я знаю что такое жить в регионах где ты молишься часами и вообще вот такая капелька упадет где-то что-то кто был в россии с российской ну с материка он меня сейчас поймет и поддержит да и скажите странно видеть что на территории украины люди ходят помазание они этого не ценят вообще но я прав или нет или от себя тяну несу я знаю я жил в регионе в оренбургском вы представьте он размером с крым знаете что я за 7 лет там церкви ни одной не нашел я к мормонам от пошел быть просто прикиньте я пошел на собрание к мормонам думаю может быть там хоть где-нибудь кто-нибудь случайно спасся ну вдруг там по благодати как-нибудь церкви нет ни одной украина 10 церквей 20 церквей 50 церквей в этом городе вообще вот так вот все помазание работает а знаете что сейчас происходит родные один из моих отцов когда я родился духовных это был настоящий апостол вот единорока который мы говорим некоторые говорят если ты встретишь настоящего апостола считать что ты встретил единорока вот я вот с детства вот с таким вот столкнулся многие говорят вот апостол это только тот кто должен узнать знаете много гордости на этом мандате слишком очень много скажите все ли великие пророки они известны не да есть в церквях люди с пророческим помазанием которых никто ничего не знает ну которым даже суждено быть неизвестными там как известный какой-нибудь там джон джонсон билл биллсон да то есть мы знаем там джон джонс билл биллсон известный а вот этот он значит не пророк и мы смотрим на джона джонса у него там тысяча людей в церкви вот он пророк и уничижаем другие нет ну есть разные уровни да у кого-то строительная компания кто-то просто сам сантехником работает но они оба занимаются сантехникой просто у этого компания а у этого так вот шарашка три человека да мы понимаем этот уровень с апостолами то же самое родные ну есть учителя да эрик принц он учить ну все знают кто это такой да а есть другой учитель вася васильев иванов вот но понимаете о чем я говорю да то есть ну не надо это уничижать то есть есть это на самом деле все говорят вот они там ну то есть много навеивают слишком много на это навеивают и это так работает то есть если мы общаемся с людьми которые в чем-то сильные мы эти вещи перенимаем на себя да ну кто понимает о чем я говорю если ты хочешь играть в шахматы ты играешь с более умным противником и начинаешь учиться если ты музыкант и начинаешь общаться в кругу профессиональных музыкантов и сразу твой уровень игры он начинает повышаться да то есть если мы начинаем общаться с людьми во власти в духовной какие-то вещи волей и неволей они в нас генерируются возвращаясь в начало 90-х то есть этот человек он открыл первые здесь церкви вообще в крыму большие там благовед через которых пришло потом пробуждение реально он открыл церковь источник жизни в керчи где этот парень куда упал святой дух и люди начали смеяться и это был это было тогда когда родные а торонто еще в помимо никто не слышал они через полгода услышали что это от бога я был на этом собрании думал что у них во всех бесы потому что меня привезли они орали два часа потом просто пастор застыл на сцене а потом людей оттуда уносили и все я просто был в шоке я думал да бесы у них во всех я такой бенихин там служение освобождения ну то есть вот и потом я собрал молодежь мы помолились нас накрыло и все и мы пережили святой смех 96 может быть это год был седьмой где-то так в это время господь нас торкнул и вот этот вот человек представьте он открыл все эти церкви сколько в него камней летела сколько его осуждали сколько там вообще говорили очень жесткий вообще дядька уехал в сша потом там рвал мог порвать там письмо какого-нибудь проповедника который там приехал я помню там и начал с других церквей себе людей саживать кто это такой вообще чем тут ну понимаете да то есть у него была власть и каким-то образом я не говорю там что-то о себе но вот этот вот взгляд масштабный его он у меня как в детском сознании отпечатался и чем больше я расту тем больше знаете как вот этот вот какой-то широкий очень взгляд он вот ну все больше и больше как развивается я думаю что это вот это помазание которое было на нем и вот то чем я бы хотел поделиться это вот вот этим вот взглядом я не люблю всю возню которая связана с бесами там воевать и так далее но это реальное время вот вот мобилизоваться и взять свой меч все больше и больше я до недавнего времени опять таки повторюсь я думал мне крышу рвет но все больше и больше то с чем ты лично сталкиваешься вы знаете это духи территориального уровня ну с чем мы как собрание имеем дело мы здесь не шутки шутим на самом деле вы понимаете кто помнит конференцию которая была весной сердце отца люди приехали сюда с материка и меня это просто ну шокировало и впечатлило которые никогда не переживали бога я просто смотрю на втором на третьем собрании у них просто раскаты хохота просто по рядам они ржут и они пьяные что на служении соза происходило вообще просто мы заходили бесы начинали из людей выходить вот так вот то есть надо было брать время чтобы там проявления просто перекратились нам людей ну колбасила реально по-настоящему и представьте вот такой вот огромный пласт материк под названием россия вы думаете враг такой тупой не захочет это задавить простите что под это гости попали скажите мне а где все люди которые здесь были поставлены богом сильные почему это произошло именно после этого кто-нибудь кроме меня эти вопросы в своей голове задает меня вынесла лично у меня было отторжение на молитву все лето и знаете как это было круто заувалировано очень круто ну реально прямо вот ты короче знаешь когда ты находишься под каким-то ну как обольщением но есть но мы имеем вещи серьез дело с серьезными вещами родные и вот этот огонь который у нас то что я вижу градус не повысился с тех времен зато у нас терки это все давно уже сказал апостол павел не плацки ли вы если важно он давным давно обозначил эту всю тему если между вами то 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 зависть разногласия не плацки ли вы он давно этому поставил диагноз а если мы плацки значит мы не в духе то есть нам надо туда и знаете я серьезно из тревоги я очень много за свою жизнь видел пробуждений и церквей которые умерли и остановились и первое что там случилось они перестали молиться мы лидеров теряем сильных знаете и это твое время включиться и взять меч это ответственность каждого встать заплатить цену отвергнуть себя смириться и встать как воину молитвенному почему эта комната пустая я все равно короче в ту тему падаю ребята вы понимаете я у меня мысль была слушайте а может платный вход сделать чтобы хоть это что-то стоило ну придешь хоть денег за собрание заплатишь это для тебя цена будет может быть тогда станет это цениться вы знаете мы не ценим это потому что мы думаем что это может быть всегда на самом деле мы сейчас часть россии и я знаю что такое небо там и что такое небо там я и там и там был я пересек россию вот так вот всю в каждом городе начиная от оренбурга самара там орск там я не знаю там воронеж белгород там старый оскол там я был в каждом городе и я знаю духовную атмосферу когда ты с дарами когда ты понимаешь когда ты приходишь в собрание и ты видишь градус который там и ты видишь благодать вот этого знаете такого открытого украинского неба помазания я не вот я вообще вот у меня серьезно у меня там родственники там мне вообще все равно держите я буду там где им тепло и кормят где тепло и вкусно вот вообще все равно честно но я просто о духовной атмосфере говорю о духовном небе вот и нам важно ну знаете вот этот вот натиск который на нас двигается с материка ну сохранить это единственное что мы можем сделать это молиться молиться здесь больше нету света и которая тебя помажет настоящего простите что имена запоминаю когда можно было сюда легко прийти сесть и ты через 15 минут с божьим присутствием и тебе для этого ничего не надо делать ты пришел со всеми своими проблемами тебя помазали размазали перемазали в любовь погрузили и все это твое время встать сильным жестко да простите меня простите меня пожалуйста что я на личности перехожу но когда перестанем мы как беспомощные идти за сильным лидером когда я ну мы встанем в зрелости вообще выключим все юношество и осознаем важность этих вещей и начнем просто двигаться вместе и только вместе мы сможем в это большее сильное войти я прочитаю это пророчество и думаю закончу простите вот я из-за чего не хотел проповедовать эту проповедь потому что вы уже поняли в ней много боли да я не люблю проповедовать из ну из эмоций из как не дай бог там ран каких-то или еще чего-то но понимаете очень легко сидеть критиковать выйди сделай хочешь я не вопрос вообще серьезно выйди сделай но меня 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 ранит это сердце меня шокируют эти вещи серьезно когда ну церковь она двигается в каком-то вот в таких вот вещах родные мы друг другу не чужие мы друг другу нужны и здесь мы друг без друга ничего не но не сделаем мы должны вот так вот наоборот сплотиться и молиться и стоять друг за другом горой понимаете горой и поддерживать руки тех людей которые взяли на себя ответственность что-то делать впереди понимаете поддерживать их не руки да они многого не умеют если ты умеешь выйди умей серьезно дам тебе зеленый свет поддерживать их молитвенно да они не такие может быть сильные распомазанные но они такими станут если мы будем друг друга уважать и любить читаю пророчество это пророчество для людей которые положили свою жизнь на жертвенник полностью для которых вопрос посвящения он вообще не стоит я не живу но живет во мне христос то есть я полностью сораспялся идет сильный мир осевой во мне не имеет ничего ну я говорю сейчас свое сердце потому что у тебя призвал господь вот что она говорит у меня на сердце первопроходцы и эту последнюю неделю господь показывал мне новые пути и рождения которые сейчас происходят для первопроходцев я видела волнения которые испытывали многие первопроход все я видела огорчение которое многие первопроходцы несли на себе. Я видела нетерпение и сильное стремление, которое ощущали многие первопроходцы. Я видела слово переход над этими первопроходцами. Я почувствовала, что Господь сказал мне, что первопроходцы подошли к концу сезона. То, каким образом Господь использовал вас, то, как вы проложили новые пути и то, что Он совершил через вас, было удивительным. Он совершил очень многое через вас, за последний сезон. Но теперь начинается новый сезон для первопроходцев. Новый сезон для первопроходцев будет таким, как никогда раньше. Господь двинет вас таким образом, который вы никогда раньше не переживали. Он будет действовать через вас так, что многим это покажется очень странным. Новая история. Господь ускоряет для вас и вокруг вас, потому что грядет новое рождение. Я видел о первопроходцах, пролагающих новые пути, следуя Иисусу. Одна особенность, которую я заметил в этих новых путях, было то, что они были проложены против течения. Вот прям я этого остро ощущаю. Какое-то движение против течения. Это именно то, что первопроходец делает. Он прокладывает новый путь. В то время, как первопроходцы следовали за Иисусом по новому пути, Он вел их вниз. Я видела страницы за страницами, заполненными письменами. Затем я увидела, что Иисус пишет в этой книге, в то время, как первопроходцы следуют за Ним. Каждый шаг, который первопроходцы делали, добавлял еще одну строку в эту историю. Меня охватило чувство, что сейчас через первопроходцев пишется новая история. Это движение Святого Духа придет через семью и покажет необходимость в даровых, крепких семьях, в центре которых Иисус. Это откроет путь к возрождению и огромному излиянию Его Духа через меха семьи. Ну, то есть, меха семьи – это церковь имеется в виду, семейность церкви. Я видела, что на первопроходцах был дух первооткрывателя. Я хочу ободрить вас, первопроходцы, чтобы вы следовали по тому пути, по которому Бог вас ведет. В неожиданном, необычных путях вы увидите большее умножение, благоволение, продвижение и рождение того, что Господь совершает через вас и вас, чем вы когда-либо видели. Сметение и страх восстают против первопроходцев. Я видела, как шепот врага, направленный против первопроходцев, утверждал, тот путь – это не может быть путем от Бога, тот путь – не от Бога. Я видела, как многие сердца и умы были охвачены смятением и страхом из-за того, из-за этого. Тем не менее, я заметила, что там были ангелы по обеим сторонам, новых путей, которые Господь ведет первопроходцев. А ангелы провозглашали путь, который радует сердце, путь царя, путь освежает сердце и освежает душу. Затем я услышала, как отрывок из Псалма 18 звучал подсюду на этом пути. «Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорой. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, вознаградил меня. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, перед очами Его Бог. Непорочен путь Его, чисто Слово Господа, щит Он для всех уповающих на Него». Псалом 18, 30. Освежение и Откровение высвобождается. Я видела, что Господь высвобождает освежение и откровение для первопроходцев о новых путях. Многие из первопроходцев были в сражении уже слишком долго, прорываясь сквозь твердыни и охраняя то, что Господь доверил им. В то же время враг атаковал их беспощадно и беспрестанно, намереваясь уничтожить их. Но они сеялись верностью снова и снова. Они сохранили честь и чистоту посреди битвы и посреди напряжения прошедшего сезона. Было много раз, когда они хотели сдаться, но они продолжали оставаться быть верными по одной единственной причине – их любви и посвящении Иисусу. Я видела, как пути в этом новом сезоне и новая эпоха для церкви были благоприятными для первопроходцев. Это приносило такое освежение и откровение, а путь был полон желаний, сердца, избывавшихся обещаний. Я слышала, как Господь сказал, «Первопроходцы, вы работали и работали, и работали для меня. Вы остались верными мне. Вы ожидали от меня прорыва для себя и исполнения обещаний в то время, как вы сеяли в жизни других и строили в мое царство. Я улыбаюсь, глядя на вас. Сейчас вы продвигаетесь в новый сезон, новое задание, новый мандат, новый путь открывается для вас. И этот путь наполнен вознаграждением. Враг восстал против вас, принося смятение и страх, но этот путь для вас изменился. Это совершенно новое место, где вы учитесь все сделать по-другому. Ваши сердца переполняются радостью, в то время, как вы продвинетесь в сезон более легкого пребывания, где желания вашего сердца и обещания исполняются. Надежда, долго не сбывающаяся, атомит сердце. Исполнение желаний, как дерево жизни. Притча 13.12. Вы же увидите, как притчи 6.31 живут повсюду вокруг вас, так, как вору, который украл у вас терпение, приказано заплатить всемиро. Оставайтесь сокрыты во мне, и камни не долетят до вас. Пусть благословения не сходят с ваших уст, и благословляйте руками своими. В этом сдвиге и новых путях для первопроходцев я видела, как шаг, как враг швыряет камни, я видела, как слова летят в первопроходцев, словно камни, брошенные другими. И я почувствовала, как Господь сказал, оставайтесь сокрытыми во мне, и камни вам не повредят, и пусть благословения не сходят с ваших уст. Затем я услышала слова Иисуса Луки 6.27-28, но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас. Они сохранили честь и чистоту посреди битвы и посреди напряжения прошедшего сезона. Было много раз, когда они хотели сдаться, но они продолжали оставаться верными по одной единственной причине – их любви по священию Иисусу. Когда враг швыряет камни в вас, оставайтесь в укрытии секретного места, оставайтесь в том месте глубоких личных отношений, прося Господа дать вам стратегию и защиту. Наслаждайтесь Господом, беруйте за столом, накрытым перед вами, общайтесь с Ним. Камни не долетят до вас, вы будете сокрыты и защищены в то время, когда вы будете оставаться в секретном месте. Вместо негативных слов, сказанных против вас, там, где другие могут говорить негативно о том пути первопроходцев, благословляйте их словом в молитве и на деле. Они возвращают фокус на семью. Еще одно, что я увидела посреди новых путей первопроходцев, это то, что Господь дышит на семью. Господь обращает фокус обратно на семью, в семью физическую брак и семью Божью. Он обращает внимание на необходимость здоровых, крепких семей и общин. Новые меха, Бог приносит это все через семью. Там, где враг восстал против семьи, не прекращающихся противостоянием. Следите за движением первопроходцев и движением Святого Духа. Эти пути, которые прокладывают первопроходцы, предназначены для движения Духа Бога, такого, какого мы не видели раньше. Это движение Духа придет через семьи и покажет необходимость здоровых, крепких семей, в центре которых является Христос. Это путь к возрождению и великому излиянию Духа через меха семьи. Я верю, что Господь показал мне, что 2018 год будет годом семьи. Многое из того, что Господь будет творить, будет происходить в семье и через семью. Его сердце расположено к семье. Он хочет показать красоту того, как он это задумал. Оковы спадают, изменяются и разрываются в Духе. Небеса сходят на вас. В этих новых путях Господь разрывает цепи, которые сдерживали вас. Первопроходцы цепи ограничений спадут с вас, и вы вот-вот воспарите, как вы никогда еще не парили. Все изменяется и разрывается в Духе. И в этом новом пути, следовании за Иисусом, вы подготавливаете путь для того, чтобы небеса сошли на землю. Волнение, раскаты грома в Духе подготавливают место для нового. Будут невиданные раньше проявления благоволения Бога. И улыбка Бога будет для вас в то время, как вы будете следовать за Ним. Потому что вы выберете послушание, а не возможность. Потому что вы выберете послушание, а не будете пытаться выполнять ожидания окружающих. Потому что вы выберете следовать Святому Духу. Не бойтесь, потому что Господь посылает вам тех, которые дадут вам мудрый совет и сверхъестественное подтверждение. Они все будут и будут приходить к вам в то время, как вы будете следовать правильному пути. Для вас открывается ненормальный путь первопроходцев. Перемена наполнит ваше сердце восторгом, и вы получите удвоенную порцию умножения, благоволения и созидательности. Вы увидите его совершенно в другом свете. Вы получите его сердце по-новому. Вы получите его стратегию, планы для нового пути. Этот новый сезон, который открывается для вас, наполнит ваше сердце восторгом, и всем станет ясно, что вы последовали путем, указанным Богом. Аминь. Вот такое вот пророчество я хотел вам прочитать. Оно очень меня утешило вчера, потому что я сидел и думал, Господи, вознеси меня отсюда. Что я тут делаю? На что я трачу свой единственный выходной? Зачем это все? Ну, как-то так. Призываю вас встать в ту позицию, в которую вас Господь призвал. Встать в молитву, встать в пролом, вернуть огонь, если он угас. Перестать надеяться, что это сделает человек. Человек больше это не сделает. Это время, когда нехуштаны все упадут. Имеющие уши слышат, да слышат. Это то время, когда просто то, что... Да, это было движение Бога. Самое мощное. Нехуштана поставил Моисей, и никто никогда не посмелился на это посигнуться. Но это то время, когда они падают, и они упадут. Это то время, когда церковь должна подняться и встать. В славе, в силе, где каждый будет включен. Мощное. Зрелое. Реально зрелое. Реально в огне. Реально в молитве. Понимаете? То есть это время перестать уповать на человека. И ожидать что-то от человека. Это время следить за своими устами. Это время поменять свое сердце и поменять свои уста. И перестать использовать свои уста, как портал врага. Реально. Понимаете? Перестать говорить какие-то вещи, может быть, вообще. Серьезно. Это серьезные вещи. От этого помазание теряется. Мы очень много знаем. У нас на каждого свое мнение. Мы любим говорить о людях, которых вообще ничего не знаем. Потому что мы думаем, что мы знаем все. Нам надо следить за своим языком, родные мои. Очень. Следить за своими сердцами. Я очень хочу, чтобы мы не потеряли то, что мы имеем. Чтобы мы это ценили. Ценили ту свободу, которую нам дал Бог. Простите меня за отвездающую проповедь. Простите, пожалуйста. Я очень этого не хотел. Но Дух Святой меня мучил два дня. Или три. Ну и многие люди меня не любят после этого. И еще скажут, какое плохое. Вот и все. А все, что я здесь делаю, только потому, что Бог меня заставил. Вообще реально. Я бы спал сейчас. Это мой единственный выходной. Когда можно вообще что-то сделать. Серьезно. Ну тут нечего ловить по-человечески. Если кто-то думает иначе. Правда вам говорю. Серьезно. Нам нужно просто ухватиться за Бога. Ценить и любить друг друга. Мы все, что у друг друга есть. Реально. Мы проживаем свою жизнь. Она вот так вот пройдет. И все, кто у тебя в этой жизни есть. Это человек, с которым ты ее прожил. И это делает тебя счастливым на самом деле. Отношения. Взаимоотношения с Богом и с людьми. Вот и все. Кто не любит ближнего, да тот Бога не любит. В Библии это написано. И не надо мне рассказывать, что ты любишь Бога, и ты духовный. Если ты брата своего не любишь, ты его не знаешь. Так Иоанн сказал. Реально. Я вам Библию сейчас цитирую. Представьте. Если ты не любишь брата, если ты не любишь сестру, если ты что-то против кого-то имеешь, да ты Бога не знаешь. Так написано в Библии. И не надо мне рассказывать, что это не так. И не надо прятаться за духовными молитвами. И молитвами на языках. И что я такой крутой, распомазанный. И мне Бог сказал. Да я не знаю, какой Бог тебе сказал. Если в тебе нет любви, у меня вопрос, а Дух Святой в тебе вообще есть или нет? Знаешь почему? Потому что написано, что любовь Божия излилась сердца наши как? Святым Духом. Первое, что я увижу в тебе, если ты наполнен Святым Духом, это любовь, любовь, любовь и больше ничего. Вот что важно. Да что ты с собой на небо возьмешь? Свои молитвы духовные или великие откровения? Любовь. Как узнают, что вы мои ученики? Как узнают? По духовным правилам. По любви узнают. По любви узнают. Нас узнают только по любви. Вот что сейчас важно. Не выходить из этого вообще ни на шаг. Понимаете? Завяжи свои уста. Приди к Богу, выверни свое сердце наизнанку и скажи Бог, сделай что-нибудь. Понимаете? Нам это нужно. Нам это нужно ценить. Нам нужно в это войти. Аминь. Но я же не гоню, нет? Слава Иисусу. Простите за прямолинейность. Накипело. Ну реально. Господь, мы благословляем просто сейчас Твою церковь. Мы благословляем каждого человека, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем сейчас тех людей, которые нам не нравятся и им непонятны. Мы прощаем их во имя Иисуса Христа за все грехи, которые они сделали против нас. И мы, Господь, заявляем в духовный мир, что это Твои дети. Это дети Твои. Это Твои дети. Мы принимаем решение простить их. И мы говорим, не мы их судим, Господь. Это Твои дети, и Ты разбираешься с ними. Мы отдаем все мандаты судьи. Мы снимаем с себя это во имя Иисуса Христа. Мы не хотим, Господь, судить. Судья над всем, Господь Ты. Судья над всем, Господь Ты. Мы покрываем любовью каждого брата, каждую сестру в этом собрании. И мы благословляем все начальства и власти, Господи, которых поставил Ты во имя Иисуса Христа. Боже, мы ценим реально Твое присутствие здесь. Дух Святой, мы хотим почтить Тебя. Мы хотим почтить Тебя. Пусть добудут свергнуты идолы все во имя Иисуса Христа. Боже, мы реально хотим войти в новый сезон, в который ведешь нас Ты. Мы хотим войти в этот Ханан во имя Иисуса. Мы реально шли долго. Мы заплатили свою цену. Мы видим впереди Бог, реально Твою славу. Мы смотрим нашими глазами, Господь, на ту славу, которая впереди нас. И мы, Боже, действительно хотим туда войти. Все вместе. Просто введи нас в Твою обетованную землю. Боже, мы просто входим в этот новый сезон сейчас верой. Мы полностью просто распялись со Христом. Мы отвергаем себя. Мы отвергаем свои амбиции. Мы отвергаем свое мнение. Мы отвергаем все, что человеческое. Вся солома да будет просто сожжена. Господь, мы просто позволяем Дух Святой Тебе действительно руководить. Тебе действительно делать. Веди нас, Господи, туда за собой. Боже, дай нам реально мудрости. Дай нам, Господь, Твоего освежения. Не прекращай, Господи, работу с нашим сердцем. Не прекращай, Господи, работу с нашим сердцем. Не прекращай, Господи, работу с нашим сердцем. Не прекращай, Господи, работу с нашим сознанием. Бог, пусть тот огонь, который зажег, здесь ты, он не угаснет. Пусть ветер освежения придет. Пусть горит вся солома. Все, что препятствует. Все, что тормозит. да будет сожжено. Бог, мы действительно, ну, хотим Тебя. Вот мы действительно, на самом деле, все, что нам нужно, Боже, это действительно Ты. Мы хотим Тебя больше. Мы хотим Тебя так, как, ну, чтобы Ты проявился, так, как Ты хочешь проявиться. Действительно, чтобы Ты ввел нас в эти перемены, и мы их прошли. Переведи нас, Господи, во имя Иисуса Христа, в эту обетованную землю. Спасибо Тебе, Бог, за то, что Ты даешь свое слово утешения, слово ободрения, за то, что Ты вызываешь. За то, что Ты вызываешь. И несколько дней приходит, ну, со вчерашнего дня такое слово, знаете, когда пророк, он говорил, что вот, только я остался, все поклонились там идолу. Он говорит, у меня есть верные. И я просто слышу, как Бог вот вызывает этих верных сейчас. Это то время, когда вот эти верные сокрытые люди где-то, они будут вызваны, они будут призваны. Люди, о которых никто не слышал. Люди, которые где-то там, далеко, они платили цену, они находились в каких-то не тех условиях, но они услышали этот зов, и они откликнулись. Бог сейчас будет брать этих людей, просто Он их призывает. Мы говорим, придите. Мы говорим вам, восстаньте. Мы просто высылаем этот звук в духе. Мы говорим, встаньте верные, встаньте посвященные, встаньте проданные Христу до конца. Встаньте те, кто отверг себя и души своей не пожалел. Встаньте те, которые выбрали только Его. Встаньте те, которые продали все свое имение ради этой жемчужины. Мы просто призываем, восстаньте во имя Иисуса. Мы вызываем вас. Мы вызываем вас во имя Иисуса Христа. Мы вызываем вас. Встаньте верные. Holy Shalanois. Восстань во имя Иисуса тела. Восстань невеста. Кейла Восстань невеста. Мы обращаем ваш взор в славу. Мы обращаем ваш взор в славу. Что бы ни происходило вокруг. Мы смотрим на славу. И смотря на эту славу, мы преображаемся в тот же образ. Мы преображаемся в образ славы, смотря на славу, мы преображаемся в славу, и мы переходим от славы в славу, от веры в веру, от славы в славу, от веры в веру. Спасибо, Господь, за то, что Ты здесь делаешь, Святой Дух. Благословляем каждого человека, от нас слева, от нас справа. Господи, да будут все едины. Боже, Святый, Боже, Святый, Боже, Святый, приди, Дух Святой, Твоим сокрушением. Господь, я прошу, да будут едины, как Ты един, Господь, да не рассеет их сатана, да не рассеет их сатана. Помните эти слова, да, враг пытался там рассеять вас, но прошу Тебя, очи, да будут едины, как мы едины. Боже, мы просим Тебя, да будем мы едины, как Ты един. Соедини нас одним ДНК. Соедини нас Твоей кровью. Соедини нас взаимосвязями. Дай нам понимание важности. Дай нам понимание того сезона, в котором мы находимся. Господи, пусть почтение в церкви, оно восстанет во имя Иисуса. Пусть вернется честь. Пусть вернется почтение во имя Иисуса Христа. Каждому человеку. Я призываю огонь во имя Иисуса Христа на все, что унижало Твое тело. На всю клевету врага во имя Иисуса Христа. Я призываю Твой свет, Господи, во имя Иисуса Христа. Сражен клеветник братьев наших. Сражен клеветник братьев наших во имя Иисуса Христа. Я призываю, Господь, Твое оправдание для каждого человека. Оправданный и святой. Нет больше никакого осуждения тем, кто во Христе. Нет большего осуждения тем, кто во Христе. Мы входим в Христа. Наша жизнь – Христос. Наша пища – Христос. Мы смотрим на Христа, и мы входим в Христа. И нет больше осуждения тем, кто во Христе. Келандориус. Нет больше никакого осуждения тем, кто во Христе. Мы провозглашаем сокрытие во Христе Иисусе. Мы провозглашаем сокрытие во Христе Иисусе. Уже не я живу, но Христос живет во мне. Спасибо, Дух Божий, за то, что Ты делаешь. Прикасайся к каждому сердцу сейчас, Господь. К каждому сердцу. Наполни нас Твоим Духом сейчас. Наполни нас, Господи. Наполни нас Твоим елеем. Наполни нас, Господь, сейчас Твоим елеем. Мы просто принимаем сейчас от Тебя, Господь. Мы принимаем сейчас от Тебя Твой елей. Твое оправдание. Твое оправдание. Твоя святость. Мы Твоя святость. Холи, холи, холи. Мы Твоя праведность. Мы принимаем сейчас от Тебя. Бейстон и Нойс. Мы входим в Твое царство, которое есть в мир. Холи, которое есть в мир. Которое есть радость. Шала Нойс. Шала Нойс. Мы входим и пьем Твою радость. Мы кушаем Твое Слово. Кушаем Тебя, Иисус. Мы сейчас входим в Твою радость. Пьем Твою радость, Господь. Иисус, Иисус, вкусненький. Можешь верой взять хлеба. Я вижу падающую ману в духе. Это новая манна падает. Можно ее съесть вот так. Вкусненько. Съешь верой. Манну с неба. Я вижу видение, как падает новая манна. Бог дает новое. Бог дает новое. Это больше не египетское мясо. Бог дает манну с неба. То, что приходит сейчас. Мы все скулили, хотели египетский чеснок. Мы скулили, хотели египетское мясо. Но Господь дает манну. Вкусненько. Это то, что происходит сейчас. Господь дает манну. Иисус, Иисус, Иисус. Дух Святой, двигайся. Дух Святой, мы даем тебе свободу. Дух Святой наполни. Дух Святой наполни. Дух Святой наполни. Дух дышит, где хочет. Дух дышит, где хочет. Где Дух Господень, там свобода. Я вижу ангелов, которые посуду носят. Такие суетятся, быстро-быстро. Носят посуду с такими подносами. Можешь схватить там, выпить бокальчиком. Можешь схватить там, выпить бокальчиком. Мы входим в этот пир, Господь, где мы пируем. Мы входим в состояние Твоего пира, Господь, где мы пируем. За Твоим столом действительно Ты собрал. Как это в то местописание, где он сделал там свадьбу и не пришли. И они набрали всех нищих там, всех, кто с улицы. Это такое приглашение зайти. То есть те, кто не пришли, не пришли. Но этот фридом, свободный вход, светский стол. Можно подойти туда и просто брать этот дом. Просто брать этот дом. Спасибо, Святой Дух. Спасибо, Господь. Прекрасного присутствия Твоего, Господи. Аминь. Аминь. Объявление какое-то.